Из Донецкого аэропорта еженедельно вылетают три рейса на два египетских курорта. Пока отменять их не собираются. Однако, особенно в Хургаду, расположенную недалеко от столицы Египта Каира, в турагентствах летать не советуют. Александр Галенко с другом едут в Египет во второй раз. Два года назад отдыхать в стране, где течет Нил, им очень понравилось. Устроила и цена, и природа, и уровень сервиса. Поэтому теперь, несмотря на вооруженные восстания, едут в Хургаду без страха. У меня есть задачи, цели, я целеустремленный человек. А что там что-то происходит? Я живу в позитиве, у меня всегда бодрая сила духов. Зачем я буду там питаться вот этим, вот то, что показывают по телевизору? Мнения туристов по поводу поезда к солнечную страну разделились. Египет нравится всем. Но одни, несмотря на волнение, ехать не боятся, другие, наоборот, с туром решили повременить. Я же не самоубийца, в конце концов, не камикадзе. Ну, на Новый год мои родственники были, нормально отдыхали, несмотря на то, что там акулы, якобы. Ну, а теперь, теперь уже не поедем. Можно было бы поехать. Почему не рискнуть? Донецкий турист в целом беспечен, говорят в турагентствах. Даже на акул, которые нападали на людей в море возле Шарм-эль-Шейха, жители области не отреагировали. Во время новогодних праздников в Египет полетели полные самолеты. Однако в этом случае быть столь неосторожными не рекомендуют. Сегодня из Киева в Донецкий филиал этой турфирмы пришло предупреждение всех желающих от поездок отговаривать. Такого, говорят менеджеры, они не помнят за последние 10 лет. На этой неделе уже сказали людям, которые находятся в зонах отдыха, отказаться от экскурсионных программ в Каир, в Луксор и не покидать территорию отеля. То есть как бы вести себя в этих странах осторожно и по возможности не покидать территорию отеля. Специально собирать и отговаривать от поездок туристов не будут, заявляет областной администрации. Не станут и помогать заказчикам требовать от турагентств деньги за приобретенные заранее туры. Но по-человечески предупреждают, поехав на курорт, сейчас из Египта можно и не вернуться. Люди сами в праве определяться. Ну если кому-то, ну скажем, заплатил, я не знаю сколько он там, 5000 заплатил, но у него вариант есть, либо поехать и там остаться, либо же потерять 5000. Это его выбор. На сайте этого турагентства Египет в списке предлагаемых стран стоит первым. Более 60% отдыхающих едут именно туда, говорят менеджеры. К тому же на фоне революции здесь ожидают снижение цены туров. Но тем не менее, предлагать поездки в Хургаду или Шарм-эль-Шейх больше не будут. Теперь туристов намерены отправлять в Арабские Эмираты. По дальности и теплу эта страна такая же, но стоят путевки туда гораздо дороже. Оксана Виттер, Георгий Жилич, Панорама.